Какой темная сила в цепи, она помешает человеку? Есть, да, силы, которые действительно начинают мешать, достаточно активны, но не вторгаясь прямо в развитие человеческой цивилизации, а предоставляют, тем не менее, выбор. Все вмешательства такого рода, они таким образом искусственно сделаны, что предоставляет человеку выбор, уже заранее известно, каким образом человек отреагирует, и по сути, это умелое использование человеческих слабостей, где и не нарушен закон Вселенной, запрещающий прямо вторгаться в развитие цивилизации, другой планеты, Земли, звезды. И в то же время идет достаточно такое явное, серьезное вмешательство в сознание человека с помощью разного рода контактов, когда человек начинает общаться с кем-то, ему кажется, что он начинает общаться с Богом, и очень дорожит этим пониманием, но, конечно же, с Богом никто не общается таким образом. Это совсем разные законы, и сознание человека не в состоянии, в принципе, соприкасаться со сверхсознанием Отца. Это вообще невозможная беседа, ее такой не существует. Эти точно так же законы сейчас надо будет посмотреть и понимать, что так нельзя будет общаться, это совершенно неуместное понимание, но которое сейчас приносит очень много путаниц, потому что человеку очень хочется быть избранным, очень хочется быть ведущим, лидером, ему хочется всегда держаться за древко знамени, идти всегда впереди. И, конечно же, если кто-то, выходя с ним на общение, говорит, «Я Господь, слушай меня», ну, это очень дорогой человек, он крепко за это берется, им потом сложно объяснить, что это вообще совершенно не относящееся к Богу явление. Он этим дорожит. Но такова природа сейчас человека, и эти сложности, которые однажды зарождались, и очень сильно сейчас особенно распространяются, ну, их тоже можно воспринять теперь как экзамен, который сейчас будет тоже многое по ним помогать вам познавать. И, конечно, есть мир в разуме Вселенной, который, в свою очередь, однажды отклонился от общего пути развития. И этот мир можно сейчас называть как мир Люцифера. Но это мир не злой, там зла не существует. Это если они сейчас предпринимают усилия против человека, то не потому что не любят человека, а потому что разумно не видят выхода у человека, и понимают, что если человек имеет эти качества, которые есть, имея то узло, к которому он предрасположен, сейчас, обретая научно-технические знания, выйдет за пределы Земли, это может погубить разум вообще Вселенной. То есть они понимают эту большую опасность, и очень так не желают этого, и начинают препятствовать, пробовать приостановить жизнь на Земле. Но, как я уже сказал, не прямо вторгаясь в развитие цивилизации, а таким образом действуя, то закладывая в сознание человека, что в конечном итоге должно будет привести человечество к самоуничтожению. И это, в свою очередь, сделано было и пошло дальше. Именно таким образом была введена денежная система определенная, ростовщическая. Такие тут некоторые догадки, которые возникли на Земле у некоторых людей, тут они верны. Это действительно очень серьезное было вторжение в разум человека, которое поработило человека, потому что человек всегда будет желать иметь этих единиц как можно больше. Он будет понимать, что можно ничего не делать, но если умело их приобретать как можно больше, можно иметь все остальное. То есть это естественное было уже видно, что именно так будет понимать человек. А если будет так понимать, он сделает все для того, чтобы так сделать. И он направит свою жизнь только в этом направлении. Он постоянно будет поклоняться Мамоне. Но чтобы этому что-то противопоставить, раньше нельзя было рассказать подробно эти законы. Можно было лишь упомянуть, что Бог и Мамона находятся в противоположных направлениях. Именно в противоположных. И здесь нельзя будет одновременно поклониться двум господам. Начнешь одному кланяться, а другому обязательно отвернешься. То есть тут нужно будет выбрать кого-то одного. Это очень важный момент, и который должен был осмыслить человек, но он все-таки осмыслил сторону Мамоны больше. И больше стал подчиняться именно этому явлению. И конечно же сейчас это начинает играть достаточно такую серьезную роль. И достаточно негативную. Потому что психика человека начинает и мысль его работать только в одном направлении. Как можно больше сделать этих материальных ценностей в качестве денежных единиц. Но творчество человека тогда включится наиболее полно в этом направлении. Но тогда почти полностью перекрывается его духовный потенциал. Он не сможет нормально развиваться. Но вы ставитесь именно в такие условия, когда вы будете заботиться именно об этом. Не захотите заботиться, вас будут обставлять так, чтобы вы все равно были вовлечены в эту игру. Обязательно вовлечены. Это достаточно серьезная система, и она будет жестко держать каждого человека. Вырваться из нее будет очень сложно. Для этого необходимо будет только лишь одно. Когда вы параллельно тому, что есть, можете построить общество, где эта единица денежная почти максимально покинет вашу общность. Почти максимально. Сколько это вообще возможно. Вот тогда у вас еще появляется возможность перевернуть свой взгляд на жизнь и принять правильные усилия. Иначе вы будете как на цепи, где есть ошейник, но где очень умело этим контролирует. Очень умело. Вы так очень сильно сейчас это испытываете. И видите, сколько абсурда на этой основе все-таки может быть. Одно дело, когда кто-то кому-то делает бесплатно, а другое дело, когда уже начинают говорить только о деньгах. И каждое действие начинает сопровождаться обязательно разговором о ценах. Но это уже просто очень больное проявление, которое сейчас быстро начинает завладевать сознанием российского человека. Что здесь была другая своя политика в свое время. Как бы ее не ругали, но она имеет определенные положительные в этом отношении ценности. Но сейчас, сейчас начинаются достаточно губительные проявления, где уже дети начинают думать только об одном. Как больше, как можно удобнее взять эти денежные ценности. Но это все. Он теряет уже способность быть ребенком. Он уже перестает мечтать, нормально фантазирует. То есть у него начинается деградация очень быстрая его духовных способностей и качеств. Поэтому тут начинается большая сейчас серьезная опасность. И вот так мир Люцифера в свое время повлиял. И сейчас пытается влиять через определенных посредников, которые выходят с ним на контакт. Но где он не всегда представляется собой, не называя себя таким образом. Он может правильно назвать себя как представителя такой-то планеты, такой-то звезды. И человеку и на ум не приходит, что это относится к цивилизации, враждебно настроенной к человеку. Он видит, о, это оттуда, это с такой-то звезды. Как здорово. Мы очень рады. Давайте поговорим. И начинает брать разного рода информацию, которая ему уже умело будет дана. С учетом его разумных способностей, его привязанности, его слабостей. Это все изначально снимается характеристика у человека. Считывается его сознание, его память. Все, к чему он предрасположен. И начинается с учетом этой предрасположенности даваться информация, в которую он обязательно поверит. Никуда он не денется. Он поверит. Она дается такая, которую он уже внутри себя ищет. Он уже ее начинает сам формировать. Но она просто развивает его эти внутренние тяготения и внутренние идеи ложные. И он быстро за нее начинает, естественно, цепляться. Этого явления стало много. И он достаточно сильно начинает влиять на сознание человека. Очень сильно. Но это свое, опять же, знамение времени. Потому что другое не могло быть. Нельзя перекрыть сознание. Чтобы принять истину наиболее полно, надо, чтобы сознание начало открываться к этой истине. Но открываясь, она начинает пропускать и все ложнее. То есть сейчас по-другому не получается. И большая опасность появляется. Но это единственная возможность, когда все-таки человек может дозреть до правильного восприятия истины и принять активное участие в своем видоизменении. Поэтому сейчас вот такой вот решающий момент наступил, где есть много своих неизбежных проявлений, которые, в свою очередь, по-своему опасны. Продолжение следует...